Добрый день, спасибо, что нашли время посетить мероприятие, посвященное складской недвижимости. Вижу очень много знакомых лиц, это очень приятно. Складской и индустриальной, скажем так. На самом деле, сегодня разговор пойдет об этом сегменте недвижимости, который у нас зачастую недооценен, недорассказан, недообсужден. И я рад на самом деле тому, что сегодня не только вы в зале, но и сегодня за этим столом собрались еще люди, которые тоже могут много интересного рассказать о том, что делают и в Московском регионе, и в Петербурге, и по России, на самом деле, что происходит. Поэтому я надеюсь, вам будет весело и интересно в чем-то, с одной стороны. С другой стороны, главное, полезно. И вот чтобы было полезно, я еще раз попрошу, обязательно задавайте вопросы. То есть нас на самом деле нужно мучить, потому что презентационные части мы планировали, в общем-то, не делать, а делать именно дискуссию, открытую дискуссию как раз с вами. Что у нас сегодня на повестке дня? Я скажу чуть позже, но до того момента позвольте представить участников нашего прямоугольного круглого стола. Ольга Пономарева, представитель компании «ААГ». Будем, я думаю, задавать вопросы про как раз строительство под ключ. Индустриальные складские проекты. Гайка Папаян, соответственно, компания «Сибраи». Можно разговаривать с ним на любую тему, любые вопросы. Он на самом деле профессионал и ответит и с чувством юмора, и про барашков, если что, расскажет. В общем, мы на все любые темы можем с ним всегда поговорить. Опять же, Кайл Патчинг. Кайл Патчинг, тоже, в принципе, «Сибраи». Кайл сегодня, в принципе, показывал мне ответы, присылал мне организаторы ответы на вопросы, которые он хотел осветить. Индустриальная недвижимость, я, в принципе, мог бы отдать просто ему микрофон и забыть про нее, но в любом случае про склады тоже расскажем. Олег Гусаков. Добрый день. Компания «Гриффин», соответственно, реализует ряд проектов по России. В принципе, мне, например, наиболее близки два проекта в московском регионе, где возможны и строительство под ключ, и продажа, и аренда. И вот как раз немножко о специфике этих проектов можно, в принципе, на их примере показать, что сейчас на рынке востребовано. Поэтому вопросы задавайте в том числе. Ну и, last but not least, Глеб Белавин. Он коммерческий директор компании «Северная Домодедова». Это крупнейший в России на сегодняшний момент логистический комплекс. Уже построено больше 600 тысяч квадратных метров. И вот, соответственно, Глеб отвечает за то, чтобы там не было свободных помещений. К сожалению, отвечает очень хорошо. Нам на рынке не достается, в общем-то, счастья особенно поработать с этими помещениями, потому что спрос очень большой. И вот, в принципе, опять же, строительство под ключ – это будущие проекты ваши, опять же, и опять же, то, что вы планируете делать на своей площадке, в принципе, как пример можно будет услышать. Я же, как консультант тоже, да, соответственно, компания «Найтфранк», Вячеслав Холопов, могу немножко рассказать и о том, о другом, и о третьем, ну, а также, наверное, сделать вступительную часть, небольшую, потому что так уж совпало. Мы вчера, по-моему, если меня память не подводит, анонсировали новый отчет, который выпустили по регионам, и в том числе вот именно по складским региональным проектам. Также я занимаюсь индустриальными парками, поэтому вопросы любые – welcome. Вот. Сейчас, на самом деле, о чем же хотелось сегодня поговорить? Дело в том, что тему нам дали довольно широкую и обширную – это и индустриальные парки, и складские помещения, и все города России, в принципе, и Москва, и регионы, особенности развития этих рынков, что происходит и что на самом деле стоит ожидать. Поэтому сегодня можем задавать вопросы на любые темы. Ну, а я начну, наверное, с того, что, если будет интересно, дам короткое вступительное слово, обещаю не затягивать, а потом мы пойдем уже дальше шагово по конкретным темам, таким как, опять же, склады, московский рынок, региональные рынки и обязательно большой акцент на питерском рынке, индустриальные помещения, индустриальные парки. Насколько это помогает развивать российскую экономику, насколько это помогает вообще развиваться нам как таковым и насколько это интересный бизнес. Ну, вот теперь, я надеюсь, со вступительной частью я закончил. В любом случае, поднимайте руки, задавайте вопросы. Если можно, сейчас тогда кратко начну просто с того, что покажу, где мы живем, в какой стране. Можно тогда презентацию все-таки открыть. Если у вас есть пульт, вообще шикарно. Если нет, буду махать руками на вас. Ну, что поделать. Значит, по складской недвижимости. Дело в том, что на сегодняшний момент из присутствующих за этим столом большинство вам про складскую недвижимость расскажет гораздо, наверное, даже больше, чем про индустриальную. По одной простой причине. Это Питер индустриальный город, да, и тут все-таки индустриальный сегмент развивается более активно, чем в других городах зачастую. Ну, таких городов, в которых индустриальные парки активно растут, их немного. Уфа, не очень, но Казань гарантированно, Ульяновск гарантированно, Петербург гарантированно, Калуга, понятное дело. То есть, городах, в которых есть именно активно развивающаяся индустриальная недвижимость, про них будем говорить отдельно, но чуть-чуть попозже. Нижний Новгород тот же самый. Ну, вот, в принципе, про склады, если можно, я скажу сначала, потому что про них сегодня будет основной акцент, наверное, все-таки. Значит, идея какая? Современный склад позволяет развивать и индустриальные помещения на этой же площадке, в принципе, делать там легкое производство, ничего страшного нет. Но где мы развиваем склады на сегодняшний момент? Если посмотреть, то территория России большая. Но на территории России склады развиваются там, где есть народонаселение. То есть, у нас 50% населения, они на 20% территории располагаются. И вот, в принципе, в этих городах, что вполне логично, есть торговля. Где есть торговля, есть склады. Ну, вот, в принципе, таким образом, современная логистика, она у нас и развивается. Если же посмотреть, что происходит более детально, то вот, но, к сожалению, мы видим гигантскую централизацию в складском сегменте. А именно, если посмотреть на Москву, то у нас 80% современных складских помещений построены в московском регионе. При условии, что там, ну, население всего-то 18%. А если к этому добавить Питер, мы дойдем, наверное, до цифр в 90%, потому что Москва и Питер – это вот гигантская агломерация, где располагаются современные складские помещения. Ну, так или иначе, если 80% Москва, то оставшиеся 14 городов-миллионников – это 20% современных складских помещений. Централизация никуда не девается. Пока что у нас развитие идет довольно медленно в регионы. Если посмотреть на то, какие сделки идут и где они идут, ну, опять то же самое, эта картинка, в принципе, показывает, что там, где есть предложение, там есть и спрос. На самом деле, что сейчас первичное, довольно трудно сказать. В московском регионе очень много современных складских помещений, и они практически все сданы. Давайте посмотрим, что по вакансиям тоже, на самом деле, интересно будет. Сразу дальше, на самом деле. Мы сделали небольшое исследование, постарались по пяти пунктам, которые являются статистическими, да, просто статистическими данными нашей Российской Федерации, понять, где современные склады были бы нужны. И что интересно, по вот этим пятим простым параметрам, да, численность населения, доходы населения, розничный товарооборот, там, валовый продукт региональный и собственное производство в регионе, выяснили, что есть вот 14 городов, которые наиболее интересны для развития. Можно на следующий слайд? Вот посмотрите, что интересно. У нас города эти уже и так покрыты бизнесом. Бизнес реагирует быстрее, чем всякая наша там исследовательская группа. Подводить под эту статистику было не надо, но есть три города. Три интересных города, которые выпали по всем параметрам, тоже как перспективные, но там нет складов. Это Тюмень, это Кемерово и Иркутск. Тюмень, понятно, покрывается Екатеринбургом, Кемерово покрывается Новосибирском, а Иркутск пока что мне непонятен. Там складов пока что нет. Но торговля, доходы населения, они довольно неплохие. Что же касается самих городов, тут, в принципе, тоже все достаточно очевидно. Есть крупные города, такие как Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, ну и вот Ростов-Краснодар. То есть у нас несколько точек на карте, они как были, так и остаются, развиваются прежде всего. Кроме Центрального Московского, несомненно, Петербург на севере, Южный блок Ростов-Краснодар, ну и, соответственно, Новосибирский КАТ. В принципе, ну и давайте дальше. Вот на самом деле, что интересно, за полтора года, если мы не берем Москву и Петербург, современные складские помещения появились только буквально вот в пяти городах. Это немножко в Краснодаре плюс сто тысяч, еще столько же в Нижнем Новгороде, как ни странно. Для многих это всегда вызывает вопросы, почему так близко от Москвы. Но это просто регион, в котором, например, люди себя очень хорошо чувствуют. Про это еще поговорим. Они действительно деньги тратят, они не уезжают никуда. Пермь, Екатеринбург и Новосибирск. Что на самом деле могу сказать про Петербург, это то, что мы про него еще отдельно скажем. Но, насколько я помню, со второго квартала прошлого года введен минимум-минимум. Поправьте меня. По-моему, в Петербурге сейчас 10 тысяч метров. Для сравнения, в Москве за это время ввелось порядка миллиона. Ну, так, в сто раз. Давайте на следующий слайд. Опять же, я просто хочу быстро проскочить, чтобы показать, что происходит. В принципе, по сегментам клиентов, если делить, то, опять же, основными потребителями современных складов являются торговля и дистрибуция. Ничего нового не сказал, но из этого следует одно. Если торговля пошла в регионы, а мы это сейчас наблюдаем, ждите и изменения складского сегмента. Понятно, с задержкой, но все-таки туда рынок должен пойти. Вот. Немножко про ставки. Почему этот слайд показываю? Очень интересен он мне был тем, что мы ярко-зеленым выделили те города, в которых ставки пошли вверх. А таких оказалось много. То есть Москва, Петербург, понятно. Ростов, Надону, Краснодар, Казань, Уфа, Самара. Связано с чем? Как ни странно, с очень простым для нашего рынка фактом. Как только помещений становится меньше, цена идет вверх. Вот, в принципе, во всех этих городах цена пошла вверх. Петербург, в принципе, не исключение. Вакансии мы тоже тут отметили, ее практически нет. Вообще, в Петербурге в последнее время мне было очень комфортно приезжать в город с клиентом. Приезжаешь в город, встаешь на Московское шоссе, проезжаешь, значит, определенную дистанцию, повернул налево, показал склад, повернул направо, показал склад, сказал клиенту все, и поехал обратно в Москву. Очень удобно, но, извините, так жить нельзя. Вот с этой вакансией в Петербурге, где хороший спрос, конечно, сегодня это обсудим в обязательном порядке. Я не понимаю, почему тут не строят под ключ. Но про это отдельно с клиентами обсуждал. Вот послушаем наших коллег. Вот теперь самый главный слайд со словом «вопросы». Вы его видели. Вот теперь давайте, конечно, как раз о вопросах и начнем. То есть, если мы говорим о Московском регионе, то понятно, центр дистрибуции там, так уж сложилась, идиотская логистика российская, к сожалению, пока что присутствует. Мы тащим зачастую товары, минуя регион потребления в Москву, чтобы потом вернуть товары в регион потребления. Пока проблема есть с дорогами, ну, это наша стандартная проблема, видимо, вот это будет существовать. А? В России, да. Ну, может, я еще какую-то проблему не заметил просто. Вот и все. Но в любом случае, если мы говорим о московском сегменте, то там развитие очевидное идет. Я бы хотел сейчас спросить, опять же, вот, например, присутствующих здесь сегодня товарищей, почему московский регион нравится им настолько? Вот опять же, если Олег начнет, буду очень рад, потому что Олег развивает сразу, в принципе, два проекта, и оба и находятся интересно очень, и при этом, ну, вызывают действительно большой интерес у клиентов, хоть они и непростые, в конкурентный рынок выходим. Почему? Да, добрый день. Я думаю, что Москва – это действительно проблема, поскольку, мало того, что такая огромная концентрация, такая огромная транспорта, и все потоки идут через Москву, клиенты по-прежнему почему-то воспринимают Москву как самое удобное для себя местоположение. Хотя уже тенденция такая легкая намечается на то, что крупные торговые сети, которые федерального масштаба, работают как бы во всех центральных регионах, они начинают думать о том, чтобы свои распределительные центры выводить из Московской области, где издержки очень высокие, ставки очень высокие, а, в общем-то, необходимости, как бы такой вот логистической, быть в Москве нет. Значит, что касается вот Нижнего Новгорода, я могу привести пример, что у нас в парке, в Волжском индустриальном парке, мы построили самый большой в ПФО распределительный центр компании X5 Retail Group. Он занимает практически 35 тысяч квадратных метров с мультитемпературными холодильниками. Понятно, что он в первую очередь рассчитан на потребление самого региона Нижнего Новгорода, но ПФО – это все-таки 7 регионов, и включая как бы Мордовию, включая как бы и Кировскую область, то есть там достаточно большой охват. Второй пример – это компания M-Video, которая в Нижнем Новгороде открыла 4 года назад крупнейший дистрибьюторский центр своей продукции, занимает практически 30 тысяч квадратных метров в парке Алиди, и это для них крупнейший сегодня дистрибьюторский центр вообще по всей центральной России. То есть тенденции есть, соответственно, просьба большая к нашим клиентам, к большим крупным торговым дистрибьюторским компаниям, все-таки иметь в виду, что 400 километров в сторону от Москвы – это вообще не расстояние с точки зрения транспорта, а с точки зрения местоположения – это очень комфортно. И я хочу сказать, что та скидка по аренде, которая на сегодняшний день существует в нашем рынке, это примерно 10-15% к цене Москвы, это, в общем-то, существенно. Помимо того, что есть, понятно, гораздо меньше косты по управлению самим бизнесом, зарплаты меньше, накладные расходы меньше, поэтому, в общем, это получается существенной экономикой. Что касается Москвы, то возвращаемся, почему такой спрос, почему практически меньше 1% вакантных площадей, и строим, и продолжаем строить. Я думаю, что рынок начинает переходить в такую более взрослую стадию, все-таки нашему рынку всего 10 лет, в отличие от вообще коммерческого рынка, недвижимости которому 20 лет. Поскольку индустриальная недвижимость, особенно склады, они идут за ритейлом, за какими-то логистическими компаниями, поэтому рынку еще не так много лет, и он сейчас начинает более-менее формироваться, конкретно в Москве. Все больше и больше люди хотят быть внутри больших парков. То есть, если раньше любой склад, абсолютно 10 тысяч метров, 15 тысяч метров, чем ближе к Москве, тем лучше, неважно где, по какому направлению, главное, чтобы где-то рядом был. То сегодня люди понимают, что опять-таки 30-40 километров от бетонка, и вокруг бетонки это наиболее правильное место, потому что так или иначе, Москва даже сегодня уже ввела запрет на движение по МКАДу в рабочие часы для больших грузовиков. Завтра будет еще жестче ограничение. Поэтому... Если кому интересно, потом расскажу просто про какие пробки нам это создало. Да, поэтому ЦКАД – это уже, так сказать, объявленная вещь. Ее обязательно будут выполнять. Это стратегический проект Московской области. И, естественно, ЦКАД станет основным транспортным таким маршрутом для перераспределения потоков с севера, с запада на юг и на восток. Поэтому люди хотят сегодня, клиенты хотят быть внутри большого парка, где гарантированная инфраструктура, где есть огромное количество парковок, где они могут какой-то сервис дополнительный получить не просто склад, а какую-то сервисную службу, связанную с питанием, связанную с обслуживанием транспорта и так дальше. То есть сегодня это понятие «индустриальный парк» становится более востребовано, чем раньше. И мы исповедуем такую идеологию, что в индустриальном парке должна быть интегрированная структура. То есть там должны быть обязательно производственные помещения, там должны быть обязательно торговые помещения, там должны быть торговые, я имею в виду такую, ну, wholesale, то есть не retail. Там должны быть обязательно все соответствующие услуги для работы персонала, это и столовые, это и офисы, это и конференции, какие-то помещения для обучения персонала, что сегодня, так сказать, для всех иностранных компаний – это ключевой момент. Поэтому интегрированный парк, он более стабильный, он меньше подвержен риску кризисных явлений, которые мы видели в 2009-2010 году, поскольку компании, которые занимаются производством, у них лаг к real estate минимальный, потому что они делают долгосрочные инвестиции и рассчитывают на 15, 20, 30 лет существования. Поэтому это очень комфортно. И сегодня такие парки, ну, практически все в Москве, может быть, в Питере отдельно коллеги расскажут про питерский кластер, ну, Калуга – это все-таки, я считаю, такой более-менее на сегодняшний день автомобильный, как бы, такой, такая специализация, да? – Уже не совсем. – Ну, наверное, вот… Благодаря вот новым проектам, которые там появлялись, как Самсунг пришел туда, да, там опять же… – Это тоже большой регион, и производство, оно около Нарахаминска, вот автомобильный кластер, он в Калуге. – Совсем, да. – Находится. Хотя там что, кластер 2, а здесь стоит завода? – Да, если бы 2. Да нет, ну, там много всего стоит сейчас. Уже, опять же, то же самое говорю, Самсунг и рядом с ним еще сейчас поставят филиал Новолипецкого металлургического комбината на 400 гектар. Вот, посмотрим. – Просто Самсунг находится в 100 километрах от Калуги, он ближе к Москве, чем… – Он на границе, они все сделали правильно. – Я и говорю, что индустриальный, сам промышленный, главный, он находится около Нарахаминска, а автомобильный в Калуге. – Ну, так или нет? – Не-не, я как раз хотел сказать, что вот Калуга для меня, например, ну, достаточно такая очевидная вещь, знаете, вот мы как бы рассматривали регионы, в какие идти диверсифицироваться, да. – Ну, а Питер. – Да, Питер в том числе. Седьмой год, рынок просто рос там на 40-50 процентов в год, все было замечательно, денег было полно, и мы смотрели Калугу. Вот в то время Калуга представлял собой удручающее совершенно зрелище, то есть там не было ничего, это мертвый был город, из которого все люди абсолютно уехали работать в Москву, и все, что там случилось, это, безусловно, браво, это очень как бы впечатляет, но все-таки, давайте честно, это за федеральные деньги. То есть вся инфраструктура, которая там есть, эти все чудеса, они за счет кредитов Нешканумбанка, поэтому надо понимать, что государство, оно сделало все, чтобы это случилось. Как бы другие регионы, они не могут этим похвастаться, да, таким федеральным финансированием. И сегодня те парки, которые, так сказать, поддерживаются региональными властями, Ульяновск, Казань, Петербург, да, это тоже как бы, ну какая-то очень серьезная помощь на уровне региона. А вот сейчас спросим, Айрат, у вас поддержка в Казани со стороны региона есть в технопарке? Мы сейчас попробуем тебе дать вот этот микрофон, просто я тебе не гарантирую, что он будет работать долго. Почему-то тут батарейка дохнет. Добрый день, Айрат Гизатумин, технополис Семград, город Казань. Да, на самом деле в Татарстане практически все партии, которые создавались, они создавались с государственной поддержкой, за исключением двух совсем маленьких частных, изначально частных. Но сегодня есть тенденция по привлечению частных инвестиций в рамках той территории, которая создавалась с привлечением федерального, в том числе финансирования. Опять нажми на кнопочку внизу, он, говорю, дохнет почему-то. Громче. Инженерная инфраструктура развивалась за счет государственных источников, то дальнейшее строительство объектов для сдачи в аренду, оно уже велось с привлечением частных инвестиций, эти объекты находятся в частной собственности, и в отношении них все законы бизнеса действуют без каких бы то ни было исключений, то есть возвратность инвестиций должна быть обеспечена за счет того денежного потока, который будет сформирован от арендной деятельности. Ну, то есть вы коммерческий. Поэтому, да, конечно, госвложения очень большие, и я тут с коллегой полностью согласен. И вообще у меня есть еще одна тема, если мы говорим про индустриальную, и мне кажется, то, о чем Олег сказал, что конкурировать с государством, конечно, очень тяжело, и это и есть таким направляющим фактором, что у нас есть регионы, которые активно развиваются, и в них, конечно, было бы интересно зайти частным операторам, но они туда не рискуют заходить, вследствие того, что там очень активны местные региональные власти. И с этим нам как-то придется жить. Я бы вот здесь задал вопрос, а что первичное, яйцо или курица? Региональные власти этим занимаются, потому что нет частных инвесторов, или частные инвесторы этим не занимаются, потому что уже есть региональные власти. У меня просто стойкое ощущение, например, на примере того же Ульяновска, я глубоко сомневаюсь, что в ближайшие 28 тысяч лет туда кто бы сам пришел своими ногами из частных инвесторов. Если бы губернатор, то же самое Калуга, если бы Артамонов первый не сделал то, что он сделал, не стал бы личные мобильные давать, никто бы туда в жизни не пришел. Естественно, все это взращено на кредите Веба и так далее, но сама инициатива, она, давайте так скажем, от безысходности, потому что все были, все и сейчас сосредоточены на московском регионе. То есть дальше Москвы это никому не интересно. Да, Гайк, мне кажется, очень важную тоже тему поднял о том, что когда мы говорим про индустриальную недвижимость, есть еще факторы выравнивания регионального развития. И, скажем, Калуга-Ульяновск, например, это такие регионы, а Татарстан, очевидно, таким регионом не является. Татарстане, например, все могло бы работать и за счет частных инвестиций. Тем не менее, здесь, наверное, речь должна идти о том, что политика государства должна быть прозрачной и должно быть понятно, когда государство планирует свою роль в таком толщке или в том, что начало положено, оно планирует его сокращать или не планирует сокращать. Потому что для бизнеса это, конечно, не очевидная вещь, планирует сокращать, не планирует. Сегодня коллеги тоже выступали из особой экономической зоны на одной сессии. Они сказали, что в Алабуге сегодня строятся два индустриальных парка. То есть, помимо захода резидентов на Гринфилд с инвестиционными соглашениями, будет подготовлена площадь для сдачи в аренду. Для меня позиция не очень понятная. Параллельно два парка. Один из них на государственные деньги, другой на частные. — Участников задавят. — Нет, я думаю, что не задавят, потому что это санкционировано особо экономическими зонами, но как бы не очень понятно. Может быть, не стоило там за государственные деньги, если и так все окупается. Может быть, пригласить коллег, они там готовы. — Второй парк, который за государственные деньги, он стал строиться ровно потому, что уважаемые компании Форд понадобились поставщики свои. И в индустриальном парке, который там развивается, Евразия, Алла Богу, он назывался до этого, не знаю, как сейчас, там никто не хотел идти туда, потому что непонятно, кто будет строить, за какие деньги и так далее. И просто государство безвыходности приняло решение, что Форд уже нужны поставщики, и вот они там по тысяче метров сдают в аренду, чтобы вот этот индустриальный парк в жизни не сделал. Они там по 10 тысяч метров только сдают в аренду. Но опять-таки объем производства Форда такой, что 10 тысяч туда не надо ни арендовать, ни подпроизводства. Вот опять. — Но тут есть очень скользкая тема про государственное гооположение, потому что мы с вами понимаем, что госгооположение, естественно, не единственный формат участия государства, тем не менее именно он сегодня превалирует. Это можно сделать через, я не знаю, компенсацию разницы между тем, что окупается и тем, что не окупается. — Нет, но есть другие механизмы, на самом деле. Если быть честными, то есть другие механизмы поддержки государства, в том числе и налоговые льготы. — Но вам же их не дают, насколько я понимаю. — Нам не дают, сейчас я про это скажу, я говорю об этом, что есть, например, возможность вернуть часть денег, вложенных в инфраструктуру за счет бюджета Минрегионразвития, это тема, с которой мы сейчас занимаемся. То есть есть разные формы, но я хочу сказать со своей точки зрения, да, вот я 20 лет занимаюсь коммерческой недвижимостью. Мне лучше бы не мешали, да, то есть помогать не надо. Мы сами справимся. У нас была проблема в Москве всегда, вот особенно при прежнем мэре, что нашим главным конкурентом всегда было правительством Москвы, потому что это был самый большой застройщик, он диктовал условия и выкручивал руки как бы всем направо и налево. Та же самая история происходит сегодня только, так сказать, на федеральном уровне. То есть есть регионы, где доминирует государственная политика, региональная политика, и они не дают, так сказать, возможности частному сектору шаг вправо, шаг влево. Они диктуют, что конкретно, куда надо вложить и использовать рычаги вот этого воздействия благодаря, так сказать, каким-то там или инвестициям, или налоговым льготам, но это чревато. Можно получить налоговую льготу и пять лет потом не знать, куда деваться от нее, потому что тебя замучивают проверками, там за каждый рубль надо будет отчитываться. А другая политика, когда наоборот, как бы частный сектор должен в своей как бы структуре развиваться, но при этом региональная власть должна просто не мешать и оказывать как бы всем одинаковые услуги и просить от всех совершенно одинаковую отдачу. Тогда, как бы, рынок сам себя найдет, он благодаря конкуренции выровняется и все будет нормально. Это, кстати, вот Московская область, например, да, то есть здесь никаких нету ни федеральных там субсидий, никакого нету инфраструктурного такого финансирования, чтобы кому-то там электричество привели на площадку, ну где мы такое? Да нет, такого не будет. И тем не менее, больше всего построено в Подмосковье и будет еще в ближайшее время Подмосковье, и рынок сам определяет, что, так сказать, ему делать, правильно? Ну вот, интересно, начало дискуссии в том ключе, смотрите, что получилось. Мы про склады просто затронули тему, и тут сразу о наболевшем началось. Во-первых, сразу поняли, что строят вокруг Москвы, при этом коммерсанты говорят, что нам только не мешайте, у нас и так все будет хорошо. Как только коснулись индустриальных парков, сразу сказано было, что вот есть господдержка, и там, где эта господдержка есть, там все работает. А что-то как-то про частные индустриальные парки, наоборот, как-то, ну так вот, типа, это чудо, если получается. То есть, на самом деле, интересно то, что на российском рынке действительно присутствуют вот такие вот блоки, и складской сегмент, наверное, потому для нас, как вот для консультантов, в том числе, особенно интересен тем, что деньги там ходят живые. А вот как только мы заходим в большие проекты, мы видим зачастую, что, например, и клиент приходит напрямую самостоятельно в регион, говорит, я вот здесь хочу, и вокруг него бегает администрация, говорит, да-да-да-да, сейчас все будет. Не совсем рыночные моменты, которые нам мешают жить как рынку. Да, об этом надо помнить, но это вот наша действительность, и это касается не только Москвы, Калуги, это касается всех регионов страны. К сожалению, там, где власти не помогают, там и труднее всего развиваться индустриальным проектом. Хотя за ними, конечно, хотелось бы видеть определенное будущее. Ну, я бы хотел сказать, на самом деле, что если мы говорим по поводу Европы, если мы говорим по поводу Канады, в том числе, если мы говорим по поводу Америки и еще так далее, да, вот эта помощь насчет правительства и насчет государства, это всегда есть, но есть определенная форма, на самом деле, да. Если мы говорим с потенциальными инвесторами, да, те, которые будут строить заводики или что-нибудь такое, я часто мне надо объяснить иностранными партнерами, что да, ребята, вам надо купить электричество. Они такой, да, да, понятно. А потом, нет, вы не понимаете подробности, да, потому что вам придется купить электричество для права этого, потом вам должен платить для права подключения. Спасибо огромное. Потом вот все оборудование надо платить как-то, и потом надо передать Лен-Энерго. Подарить обратно. Да, да, да. А теперь подарите. Я куплю, и потом это как халява насчет Лен-Энерго, и потом заключить договор с Лен-Энерго для обслуживания вот этого оборудования. И потом, естественно, надо платить для использования вот этого электричества. Это как-то, ну, это русская действительность, естественно, но это не как-то справедливее. В Канаде, в Америке, Европа, в Китае, в Японии, очень много разных стран, естественно, но они всегда делают одну и ту же вещь. Они подключают вот электричество до границы вот этого парка, это на счет правительства. После этого, да, нет, это не бесплатно, потому что они знают, что они будут получить от этого подключения, естественно, налоговое, новых рабочих мест, еще так далее, да. В России работают вот регионы А такой, регионы Б не такой, регионы В совсем другому, да, вот если, ну, вот это недопонимание, да, вот это туманная игра, которую надо как-то исправить, мне кажется. Ну, к сожалению, да, пока что единых правил нет. Что касается индустриальных парков, то там сейчас пытаемся действительно в рамках ассоциации индустриальных парков получить какие-то общие правила, подходы к получению дополнительных денег на финансирование, но могу сказать, что, надеюсь, это займет какое-то время, но это случится. Что же касается складов, опять же, я вернусь к этой теме, там такого вопроса даже не возникает. Вот опять же, девелоперы типа Раивен Раша сидят и строят, и все, ни у кого ничего не просят. Вот опять же, Глеб, скажи, пожалуйста, вы сейчас занимаетесь управлением крупнейшего складского комплекса России. Во-первых, вот про тот комментарий, что большие парки, наверное, сейчас клиентам предпочтительны. Ну, в общем-то, это подтверждается, наверное, тем, что у вас помещений нет. Вы когда-нибудь что-нибудь просили у местного правительства, с чем-нибудь помогли хотя бы? Или на вас смотрят как на такого генератора денег и типа, ну и хорошо? К вопросу опросили у местного правительства, недавно комментарий один был. Мы всегда отвечаем по этому поводу достаточно сдержанно, что у нас есть плодотворное сотрудничество с местными властями, и которое, собственно, проявляется тем продуктом, который мы в конце концов начинаем управлять. Вы знаете, как хотел добавить вот к вопросу о позиции девелопера, и не на конкретном примере, там, Домодедова, того же, а девелопере, который делает выбор в использовании собственного капитала и, соответственно, заемных средств для развития какой-то конкретной площадки, которая уже существует, или он выбирает эту площадку между, например, Москвой, Петербургом и регионами. И с учетом того, что у меня был опыт управления проектами в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, что происходит? Так как коммерческий девелопер, я иду от интересов потенциальных арендаторов и текущих арендаторов, которые у меня есть, которые как сетевой ресурс можно использовать и проецировать на другие проекты, в том числе региональные. Что произошло в 2008-2009-2010 году? К вопросу вот о 400-километровой зоне от Москвы получилась следующая картина, что откуда компания, арендатор и ее менеджмент, находясь в Москве и Питере, вот куда они могли дотянуться руками из Москвы и Питера, они там склады свои позакрывали и отбросили их на московский регион и петербургский. Другая картина наблюдалась, например, в таких городах, как Екатеринбург, из-за гор, или там через горы, да, из Ура, через Урал, из Москвы уже тяжеловато управлять. И, соответственно, сетевые компании, ритейлеры, и же с ними, они оставляли там склады и продолжали развивать их там. То же самое, если мы уйдем дальше туда, в Новосибирск. А комментарий одного из арендаторов, который у нас находился в Домодедово, он говорит следующую вещь. Ты знаешь, мне проще в Краснодаре склад закрыть, поставить товар из Москвы на М4 на колеса, и в течение 24 часов он у меня будет доставлен по всем моим мелкоптовым потребителям. И что происходит тогда в голове у девелопера? Он говорит самому себе, зачем мне использовать капитал в более рисковой зоне, и где ставки кредитные на кредиты, и ставки на кредиты выше, а ставки аренды по факту окажутся ниже. И неизвестно, что, несмотря на то, что я заключу там с каким-то своим арендатором пятилетний контракт, что с ним произойдет в течение этих пяти лет, когда я могу с этим же арендатором договориться здесь, в Москве, он у меня возьмет еще 10 тысяч квадратов, и 10 тысяч квадратов будут осваивать Ростов и туда дальше, или там северо-западный регион. Это вот, наверное, ментальность нас как девелопера, ну вот я не только конкретно там Северное Домодедово имею в виду, а там коллег, партнеров, с кем мы разговариваем по этому поводу. Соответственно, получается, что как только у нас пройдет какая-то некая децентрализация, хотя бы эта децентрализация будет оставаться такой же централизованной, но уже размажется по каким-то городам, например, Москва, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, и вот пойдет туда, и оттуда изнутри начнется развитие близлежащих регионов, как, например, тот же Иркутск, Тюмень, да, отдельно, вот, ну тогда, наверное, картинка поменяется. Сейчас, на перспективу ближайших лет пяти, наверное, точно, картина развития складского девелопмента в регионах, она, ну, в моем понимании, меняться не будет. Хорошо, тогда вот, на самом деле, сейчас хотел сказать вот о чем. Ладно, регионы сейчас давайте чуть отодвинем в сторону. Понятно, что бизнесы показывают, что если тут 90% застройки – это Москва и Петербург, то, наверное, да, 10% – это не очень показательный пока момент. Хотя вот есть хороший пример, например, Уфа, да, заполнился, строить будете еще? Будете. Сейчас, собственно говоря, заполнился вовсю. Да, там спрос, ставки подразличные, все дела. И так происходит в ряде городов. То есть спрос есть на Екатеринбург, понятно, на Краснодар, Ростов, понятно, ну, есть и на Казани, на Самару, и на Тольятти. То есть понятно, что когда есть спрос, туда постепенно начинает, какая-то застройка идет. Но это хорошо. Ладно. Однако давайте посмотрим на основные города. Москва, Питер. Меня сейчас очень интересует Петербург. На самом деле, раз мы тут еще и находимся, имеет смысл про него сказать отдельно. Вакансия сейчас, что в Москве, что в Петербурге, примерно, ну, почти ноль. Тут нет ничего свободного. В Москве происходит что? Мы сейчас сдаем помещение в аренду за полгода до того, как они достроятся. В принципе, опять вот докризисная картинка. Склад не построен, мы его сдаем. В ряде случаев мы заключаем контракт на то, что склад будет построен под ключ через год, с момента подписания контракта. Петербург. Помещения нет. Показывать нечего. Спрос есть. Ездим, приезжаем, да, плачем, колемся, но и уезжаем обратно, соответственно, с клиентами, потому что сдавать нечего. Где бил ту сюд? Почему здесь его нет? Если в Москве люди доверяют бренду, доверяют девелоперу, говорят, давайте, вот вам 30%, стройте, через год построите, я вам оставшиеся 70% заплачу, это покупка. Или там, соответственно, вот преддоговор, вот моя аренда, я готов с вами 7 лет потом заключиться. Почему в Петербурге этого не происходит? Вакансия одинаковая, рынок ключевой для России, опять же, и один из крупнейших. В принципе, что происходит здесь у вас, товарищи? Вот, коллеги, вы здесь стройте под ключ, правильно, Оль? Ну, вот, соответственно, расскажите, почему у вас, вот, какие примеры есть, что можете сказать? Потому что позитивы добавьте про питерский рынок. Я хочу услышать что-то хорошее. Это возможно? Да, возможно. Во-первых, я хотела еще по промке добавить и про взаимодействие с администрацией. К нам за прошлую неделю буквально поступило 5 запросов от потенциальных резидентов, от промышленников, которые долго-долго-долго общались с администрацией, в итоге просто устали и обращаются теперь к частной земле, подберите нам участок, построите нам завод под ключ. Это то, что говорит про промышленность и про администрацию. Если говорить про склады и про строительство под ключ, то тут, как ни странно, тоже, ну, вот, среди наших заказчиков сейчас промышленники более активны. То есть у нас сейчас три строятся склада под ключ под производственные предприятия, которым нужны склады. То есть мы им строим склады, там один в Мурино, два склада в Шушарах, все на частной земле, мы подбирали участки, там получили город-план и проектировали, сейчас ведем стройку. Если говорить про склады для розницы, да, для каких-то дистрибьюторских компаний, то там ситуация немножко иная. У нас сейчас есть достаточно большой пол собственников земельных участков складских, которые даже готовы за свой счет склад построить, но для себя им склад не нужен, да, они просто продать участок так по-честному не могут, поэтому, ладно, давайте мы сами склад на нем построим, раз продать не получается. Но им нужен вот этот энд-юзер складской. Вот, и, ну, вот с этим у нас пока пусто. Да, то есть мы конечных пользователей на склад как раз мы не видим, потому что, ну, как тут еще мы не брокеры, да, тут вопрос еще наше взаимоотношение с брокерами, которое мы сейчас только начинаем вот именно по складам, потому что промка там сразу под конечного строишь. А вот чтобы к нам приходили конечные пользователи и говорили, построите нам склад под ключ, такого нет. Так вот, и в чем вопрос-то, почему вам не верят? Почему в Москве это делают, а здесь нет? Есть вот понимание, что тут происходит в Петербурге? Я думаю, что вопрос на самом деле… Менталитет другой? Водка другая? Нет. Вот, я думаю, что вопрос на самом деле это связано с экономикой, да, потому что если мы говорим по поводу стоимости склада, да, строительства, и как долго это будет строить, и почему это будет для земли, подключение и все так далее, да, и потом смотреть реально на стоимость аренды, о которой возможно спрашивают, ну, это очень сложно, объективнее, да, вот для девелопера просто делать вот этот строительство, подключиться прямо сейчас и заключить ранний договор. Андрей Моссов, который вот здесь с нами, естественно, он знает, как часто капризны наши потенциальные клиенты, которые могут бить, и более того, как глубокие скидки не спрашивают, и поэтому это возможно быть экономически не силобразно делать вот этот строительство, подключить складской сегмент. Есть другой такой слой вот этого вопроса на самом деле, да, потому что если смотрим реальные тренды и объективные ситуации, очень много разных проектов, ну, было заявлено, люди знали, сказали про это, сделали мероприятие вот пиаровские и что так далее, и потом хоп, ничего нет. Это то же самое, из-за ними, по поводу индустриальных парков касается, на самом деле, да, вот каждый на деле, возможно, читает газеты, возможно, читает интернет-сайтов новый индустриальный парк, какое-то название, я не буду сказать конкретно, какой парк, или что-то вот такое, но извините меня, если у вас есть парк, это значит, там должна быть дорожная инфраструктура, электричество, канализация и все, что остальное, это должно быть разбито на маленькие участки, чтобы возможно продать, да, все должно быть белое и пушевое. Если у вас есть огромное зеленое поле и красивая брошюрка, это не значит, что это индустриальный парк, это значит, что у вас очень хорошая, красивая брошюрка. Кайл, ну здесь, в случае строительства под ключ, эти минусы-то как раз отсутствуют, потому что ты получаешь готовый продукт, да, с заранее оговоренным бюджетом, в заранее понятные сроки. Так о том и речь, в Москве-то это работает, почему в Петербурге люди не подписываются? Я думаю, что у нас есть разные development циклы, на самом деле, да, потому что если смотреть объективнее на ситуацию между Москвой и Санкт-Петербург, мы чуть попозже на эту игру, это будет, это обязательно будет. Но у нас есть такое, ну я бы сказал, некие такое советское покмелье с этого, извините. Ну это так и есть. Андрей, вот если несложно, скажи, пожалуйста, вот как Raven Russia, в принципе, имя есть, вам доверяют, к вам приходится строительство под ключ? Вы не доверяете. Вот, это самый главный вопрос. Понятно. То есть, самый вопрос это выбрать того клиента, под которого вы согласитесь построить. Ну существует стандартная ситуация, когда мы проверяем клиента как нашего партнера потенциально. На прочность. Если вас прошел, значит, может сесть в любой парк мира, я уже знаю. На прочность не проходят очень многие. Ну стандартная ситуация, когда люди предоставляют отчетность, там, бухгалтерскую, да, не управленческую. И компания убыточна. Ну как мы можем брать такого клиента? Мы не можем брать его просто в готовый склад, как своего клиента, вот на построенный проект. Не говоря о том, что Билл Тус Ют, тут просто риски возрастают, ну, до таких значений. И другая ситуация. Вот они приходят и говорят, а вот мы даже не готовы 30 процентов платить. Нам будет хотелось, но все-таки нам через год нам склад понадобится. Давайте построите, но вот когда построите, позвоните нам. Это картинка, которую я наблюдал в том году и в прозапрошлом году. Я приезжаю в Петербург, в том числе с клиентами, и в Москве происходит это следующим образом. Приходим к девелоперу, ну, там, Raven, ПНК, неважно, в любую другую крупную компанию. Говорим, вот проект, опять же, ну, Гриффин, опять же, да, вам же совершенно спокойно доверяют, правильно, Олег? Да. Вот, вопросов нет. Приходишь к девелоперу, к профессиональному, говоришь, мне нужно через год вот на этом месте склад. Клиент говорит, ну, заезд в март месяц, там, такого-то года. Ему говорят, хорошо, подписываем преддоговор, мы выходим на стройплощадку сразу. И это происходит сплошь и рядом. Там, склад Декатлона на продажу, там, Пол Хартмана, вот все, что в Радиус Групп, да, там, собственно говоря, строят, например, на юге Московской области. Все так строится. До момента подписания контракта никто не выходит даже на стройплощадку. Геламка на севере единственный практически там полноценный, все еще иностранный девелопер в России. Не ассимилированный, а вот именно просто бельгийцы. Так, в принципе, тоже самое. Подписывается контракт, после того, как контракты набраны, они начинают стройку. Вот им верят, им готовы дать гарантии, им готовы дать деньги. В Петербурге было как? Приезжаем с клиентом, клиент говорит, ну вот мы хотим склад. Питерский девелопер говорит, ну пожалуйста, давайте контракт подпишем, деньги кидайте, все нормально. Клиент говорит, а давайте вы сначала строить начнете. А мы тогда подумаем. И вот этот замкнутый цикл, сначала вы построите, а мы потом арендуем, он почему-то в Петербурге непонятно не разрывается. Уровень доверия совершенно другой. И на самом деле нас только, видимо… Можно я вмешаюсь? Мне кажется, не уровень доверия другой, мне кажется, уровень стратегического планирования другой. Да, да, человеческий фактор и абсолютно другой. Планирование невозможно просто в никаком… Потому что когда к тебе приходят люди, ну не к тебе, к Москве, да, и к тебе в том числе, и говорят, что нам нужен через год склад, они осознают точно, что им нужен через год склад. Иначе… А здесь им вроде нужен, а вроде не нужен. И через там три месяца они могут передумать. Мы подумали, а мы вот раскинем до Востока там по цешкам, да, каким-то посидим. И вот извини, что мы там подписали letter of intent, который юридической силы… Не имеет. Не имеет, да. Горите с ним в аду где-нибудь. Горите с ним в аду. И в арбитражном судебной городской области. Я, с вашего позволения, хотел чуть вернуться назад к словам Глеба относительно 10 тысяч метров в Ростове и так далее. Это реально человеческий фактор того, что им проще, как они 20 лет по накатанной логистику делали из Московской области, возили по всей России. Чем стратегически, вот что Андрей говорит, стратегически спланировать, что может быть распредцентр стоит там делать, условно говоря, пять больших, но во всех краях страны, чем один очень большой в Москве и оттуда все это возить. Вопрос того, что люди не умеют стратегически планировать вперед, во-первых. И во-вторых, просто человеческий фактор того, что им проще делать по накатанной, как они это всю жизнь сделали, чем что-то подумать о новом. Я как параллель могу сказать, мой основной бизнес – это бэк-офисы в регионы, я перевожу из Москвы. Прежде чем люди дошли до того, что на бэк-офисе можно сэкономить четыре раза по сравнению с Москвой, и это только консервативно, прошло 2-3 года. Но потом, когда люди до этого дошли, морально-психологический, стратегический, человеческий фактор, сейчас этого очень много. Я ожидаю, что в складах и в производстве это года через 3-4 будет. То есть, вот то, что Андрей говорит, невозможность планирована, то есть люди уже задумаются о том, что в Московской области ставки, заработная плата, управленческие, все эти расходы настолько велики, что стоит все-таки отделить свою голову от пятой точки и все-таки подумать как бы головой уже, что есть возможность сэкономить. Вы сейчас про Москву и Питер говорите, а что говорить про другие города? Гайка, а ты встань на место менеджера, который возьмет на себя следующую роль. Представь себе следующую картину. Есть некий акционер, у которого есть определенные уже ковенанты, нормы по доходности, определенные цифры, к которым он привык, и они более-менее нормально стряпаются на московском рынке. Теперь что происходит? Предположим, у менеджера возникла идея, а давай-ка мы сделаем склад где-нибудь там новый, я не знаю, в Уфе, грубо говоря. Это, Арвений, ты про Девелопера говоришь? Оторвем пятую точку. Про Девелопера говорю. Вот это что-то от чего-то мы оторвали, включили голову и начинаем думать. Так, значит, первое, что мне нужно сделать, найти площадку. Второе, на этой площадке надо подумать об инфраструктуре. Что там с властью? Бог его знает, что там с властью. Башкортостан, регион другой. Так, теперь мне надо договориться с банком. Банк говорит, регион далеко, мы тут себе в центре сидим на деньгах, там далековато, риски и так далее. На тебе ставку плюс один процентный, поглядящий плюс один процентный. Потом нужно договориться с кем-то из арендаторов. Арендатор говорит, да я тут как-то привык, не знаю, в Казани или еще где-нибудь вообще в Москве, из Москвы в Уфу товар возить. Но тут я тебе плачу 135, там я тебе готов 120. И вот из этого всего, поверхностно возьмем, этот менеджер должен взять, слепить некую модель непонятную из чего, принести акционер, сказать, что там будет все классно. Скажет, да ну его нафиг. Я лучше здесь спокойно посижу и буду сидеть дальше на привычных мне московских нормах, доходностях и так далее. Тут к чему я хотел сказать, потому что тут надо, вот мы тут сидим, девелоперы, консультанты и так далее. Мне кажется, организаторам этого всего мероприятия, саммита, надо еще на следующий раз делать акцент на конечных наших потребителей. Потому что здесь должно происходить микшированное общение с консультантами, с банками, с девелоперами и так далее. И находить некие общие решения. Потому что мы сейчас сидим и разговариваем, как бы удовлетворить нашего энд-юзера, который даже вот в Питере, при наличии понятного проекта, сроков и так далее, не готов подписываться, а готов входить в проект только тогда, когда там он скажет, завтра у нас есть два собственности. Ну вот теперь я готов подписать контракт. Я бы хотел сказать то же самое, что мы говорим сейчас по поводу очень большой блоки. Если мы говорим по поводу Санкт-Петербурга, мы говорим по поводу блоки 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч. Естественно, для девелопера вот такой размер, это интересный. Это большой объем, это значит, это очень солидный крупнейший арендатор, это значит, много лет не доходишь и так далее. Но мы очень успешно игнорировали около 80% нашего рынка. Я имею в виду Санкт-Петербургский. У меня есть на мой компьютер, на самом деле, папочка, название Industrial Orders без надежды. Это заявки? Нет. Правда, я скажу. Если у меня вот 75 тысяч квадратных метров, которые ищут до сейчас, на данный момент, которые ищут складское, либо которые ищут индустриальные помещения, у нас есть 10 тысяч 500 га промзона в Санкт-Петербурге, у нас 700 предприятий, у нас есть 30 километров наброшенной, которая занимается индустриальной. А я подумал, что круто, да, вот здесь такой индустриальный город, да, я найду. Я вас даю вот образец, да, моего друга Крис Спирс, он владеет компанией, Севзап кофейная компания, он ищет, ну, я встретил Крис пять лет назад, ровно пять лет назад. Англичанин, русский говорящий, хороший чувак, классный, все хорошо, он сказал, ка, мне надо штуку метров, чтобы, возможно, производить кофе, да. А я не говорю по поводу проблемы санкзонов, которые вообще бешеные, я говорю просто штуку метров, да. Пытается, пожалуйста, знаете ли на интернет, начинается сегодняшний день, да, пытается, пожалуйста, найти штуку метров, красивый, хороший складской, либо индустриальное помещение в городе Санкт-Петербурге, да. И потом, да, после вот этого первоначальный шок, который у вас есть, да, найти, пожалуйста, штуку метров, которая чисто, аккуратно, а более менее бюджетной. Это как миссия невыполнаемая, на самом деле, это просто ужас, это дикий бардак. А я не понимаю, да, почему девелоперы на данный момент не могут делать вот эти мини-индустриальные парки, да. Вот если мы говорим по поводу огромной индустриальной парки, я вижу очень много проблем и сложностей, и вот этого. Ну, даже найти вот 500 метров, да, для какой-то авторемзон, это невозможно, это почти невозможно. Ну, то есть дешево не будет, да. Дешево и старлита здесь нет. Слав, можно я вас, реально, что-то. Я просто, я хочу пошутить на тему этого спича от Кайла, да, безнадежные клиенты, миссия невыполнимая. Это такое ощущение, что Кайл продает свои услуги Рэйвену, типа, ребят, приходите ко мне, у меня 75 тысяч метров есть заявок. Это с одной стороны. С другой стороны, я как бы, да, я как бы как раз считаю, что вот, ты неправильно сказал, что вот большие парки, они к себе притянуты маленьких клиентов, потому что это естественный процесс, и к большим клиентам будут приходить их поставщики, их партнеры, поэтому если большой парк, он уже случается, то он случается на много-много лет. А найти тысячу метров склада класса чистенький, красивый, как ты говоришь, да еще и бюджетный, но это, если это не в большом парке, то никто не будет сдавать. Я думаю, что у Рэйвена даже такого нету, как сказать, такой площади тысячу метров. В Эйбекстеле, я думаю, ячейки такой просто нет. Да, это да, это сейфовая ячейка, наверное, в банке. На самом деле, я думаю, что класса А, да, штука метров не надо строить, да, надо чисто дешевле, бешка, ну, найти бешка здесь. Понятно, мы же сталкиваемся с этим по всей стране, вот опять же, сейчас еще, погоди, я одну просто скажу вещь, что получается, если московский регион показал себя как быстро развивающийся, в московском регионе мы проскочили этап класса Б вообще как такового, мы сразу начали строить класса, причем массово, все хотели быть на пике рынка, все хотели, планировали на самом деле, что этот продукт будет выглядеть следующим образом, 96-й, 97-й год. Есть Рэйвен Раша и еще 15 инвестиционных фондов, на тот момент было примерно так, и банки, и инвесторы из-за рубежа. Мы сейчас строим склад класса, быстро заполняем качественными арендаторами и продаем. И вот она, наша прибыль. Собственно говоря, кризис восьмого года разрушил картинку полностью. В результате, вот кроме Рэйвен Раша, в принципе, никто и не покупает ничего. Покупают, причем только, извините меня, московский регион. Все остальное, в общем-то, не покупается. И в таких условиях получается как? Девелоперы все равно строят инвестиционного качества продукт, но уже рынок такой московский. Вот это заданная маржа. И там идет клиент на класс А тоже, в принципе, довольно-таки основанная. В регионах, и в том числе почему-то в Петербурге, я вижу, что цена оказывает гораздо большее давление на процесс принятия решения, несмотря на то, что она тут, в принципе, ниже, чем в московском регионе, а все равно люди хотят еще дешевле. И поэтому класс Б, менее эффективная логистика, может быть, не такая действительно хорошая, как могла бы быть на классе А, все равно людей устраивает. Поэтому как раз нашим основным конкурентом в Петербурге являются, прежде всего, бывшие производственные помещения и помещения класса С. А по всей остальной стране картинка еще хуже. И, конечно, пока экономика играет вот так серьезно, пока девелоперы не могут, имея ту же самую себестоимость строительства в регионах и в Москве, иметь одинаковые ставки, а ставки очень сильно отличаются. 15%, например, по сравнению с Нижним Новгородом, это серьезно. А расстояние-то действительно небольшое, отбивается все. Так вот, пока эта экономическая ситуация не вырулится нормально, я боюсь, что мы не увидим какого-то серьезного изменения на рынке. Тут нет драйвера для девелопера, чтобы просто идти и строить. Есть драйвер для только один, это рынок. Когда приходит клиент, когда он приходит к вам и говорит, например, хочу, чтобы вы мне построили, вот тогда он действительно к вам приходит. Ставки, которые вы ему даете, вы их рыночными считаете или вы прям вот скидки даете? Ну, сейчас мы говорим о том, что мы в основном строим под ключ именно под продажу. То есть мы изначально строим под ключ полностью, который он собирает себе. Те собственники, которые готовы за свой счет построить склад, тут еще сложность не только в конечных пользователях, но и в управляющих компаниях. Потому что эти девелоперы, которые не занимаются складским бизнесом, им просто, ну вот у них есть складской участок, не получается продать, не получается там ничего сделать, но готов построить за свой счет. Но дальше кто будет управлять? Вам везет, тут даже не в управлении дела. Я хотел просто сказать, что вам везет потому, что вы говорите про три контракта, которые вы уже подписали. Но это производственные компании, которым нужен склад. Не спорю. То есть это опять же не ритейлеры, которые там запутали. Это то, что мы наблюдали на рынке под названием индустриальные парки. Когда любой земельный участок сельхозназначения называли индустриальным парком, кричали, мы вам все построим. А дальше не важно. На самом деле, если отходить как раз от складов, благо опять же сегодня за этим столом есть люди, которые индустриальными парками, индустриальными проектами в складских тоже помещениях реализовывали неоднократно и занимались. Можно сказать следующее. Индустриальные парки, наконец, стали более-менее понятным термином. Мы его хотя бы определили. Вот в рамках ассоциации индустриальных парков, которые существуют последние три года, есть понимание, что это такое. И есть парки, которые есть парки, а есть парки, которые просто вот фикция. И на самом деле в Петербурге, понятное дело, индустриальных помещений очень много. Более того, я считаю, что это, наверное, самый на сегодня момент, в чем-то даже многообещающий формат для местного девелопмента. Строить под ключ на продажу фабрику логично. Фабрика не стандартный продукт. Фабрика – это продукт, который нельзя сдать в аренду на долгосрок. Когда оттуда уедет арендатор, он, скорее всего, другой арендатор туда не заедет на эту фабрику. Это как сейчас мне предлагали продать фабрику пивоваренную. Я просто прикинул, кому ее продать. Посчитал на пальцах одной руки и сказал, ну, круто. Собственно говоря, и получается так, что есть проблемы с определенным форматом, с реализацией таких проектов. Как только вы находите производственника, все хорошо. А со складом так не работает почему-то в Питере. А продажа пивоваренной фабрики здесь начинает работать редевелопмент промышленных территорий. Единственное что, создание индустриального парка на его базе. Или жилье, или еще что-то. Именно как перевод в другую зону тоже работает. Ну да, да. Просто на месте пивоваренной фабрики жилье – это круто. А в Петербурге я вижу… В индустриальной зоне, да. Да. А в Питере есть нормально реализуемые проекты по индустриальным паркам, как Гринфилд, так и Браунфилд, то есть те, которые развиваются на базе старых производственных помещений и те, которые строятся с нуля. И вот, в принципе, Питеру могу только посоветовать и дальше обращать внимание девелоперам на этот формат. У вас все прекрасно получится. Просто нужно немножко доверия со стороны клиентов. Если можно, я еще раз чуть назад вернусь. Слово до меня только дошло, чтобы продолжить мысль Глеба относительно расчета менеджера и так далее. И как раз мы возвращаемся к началу нашего научного диспута на тему, почему государство вкладывает деньги. Региональная власть не может сидеть ждать, когда девелопер поймет там внутри себя, найдет еще арендатора. Поэтому они и вкладывают сами деньги, потому что не будут ждать. Регионов 89, девелоперов там на двух пальцах можно пересчитать. Нет, погоди, погоди. Давай только один момент отметим. Если бы так было все просто, то во всех 89 регионах шевеление было бы одинаковое. А шевеление далеко не одинаковое. Если бы действительно все власти были одинаково заинтересованы, а так у нас их вот по пальцам одной руке нужно не считать регионы, где это развитие. Однозначно да. Я и говорю, что регионы те, кто... Я полностью согласен с мыслью, что где-то есть, кто не мешает, где-то есть, кто помогает, а где-то вообще индивидуально к этому относятся, что есть, что нет. Просто мы вернулись опять к началу, как бы цикл, видимо, что государство вкладывает деньги, там опять-таки та же Ульяновская область, те же особые экономические зоны и так далее. Они бы и рады этого не делать. Но там вас кто бы, не знаю, в Алабугу кто-нибудь деньги вложил бы когда-нибудь своими ногами, в жизни бы не сделало этого. Если взять эти там тысячи гектар, конечно, просто так бы туда никто не пошел. Правильно, ни у кого и денег-то нету таких. Я бы даже, я больше того скажу, есть вот это государственное частное партнерство, которое не работает, которое придумали в конце концов, но нету даже механизма того, что люди бы пришли на полторы тысячи гектар, вложили бы денег, и они бы не знали, они отобьют эти деньги, как они вообще это будут делать, что они будут делать и так далее. Вот как это вообще будет? У нас проблема гигантизма, это вообще другой вопрос. У нас, если индустриальный парк... Страна у нас такая большая. Вот такой. На самом деле, понятный проект – это небольшой индустриальный парк, допустим, на 10-20 гектар, который можно освоить в перспективе. Это коммерческий продукт. Когда мы говорим 2000 гектар, это можно сделать только при помощи административного ресурса и крупнейших игроков. А пирамиду никто не отменял. Больших игроков мало, мелких много. Те, кому нужна помощь, много, но мы им не помогаем. Правильно. Поэтому и индустриальный парк есть, вот там Алабуга, полторы тысячи гектара, а есть там маленький, во Владимирской области по 10-15 гектар, которые частные. Вот индустриальные парки, они там, ну, маленькие, они за свой счет, большие за счет государства. Но все равно вернусь опять-таки к мысли, что государство поэтому и вкладывает, потому что нету активела. Хорошо это или плохо, я не говорю. Я просто говорю факт о том, что я полностью с Глебом согласен, что проблем слишком много для того, чтобы, опять-таки, человеческий фактор. Удобнее сидеть там, где ты понимаешь больше это делаешь, чем рисковать. И понятно, что зачем менеджеру рисковать своим там местом, если проект не пойдет, если в Московской области это все будет. Ну тогда вот опять же, Олег, быстрый вопрос, можно? Вы-то почему-то Нижний Новгород развиваете, более того, очень успешно развиваете. Что там нашли такое? Что за жило? Слушайте, я, значит, вот слушаю вот эту вот дискуссию последние пять минут. У меня, значит, ассоциация такая. Помните мультфильм Ice Age, когда они там идут, эти бурундуки или кто они там, вот эти зверьки. И они друг друга говорят, слушай, вот хорошо быть вот наверху в пищевой цепочке, но мы-то внизу. Вот я вот точно хочу сказать, что вот девелоперы, они внизу пищевой цепочки. Потому что когда речь идет о принятии решений о том или ином проекте, надо понимать одно, что мы не для себя строим. То есть мы не, у нас нету такой идеи, что мы вот владельцы индустриального парка на всю оставшуюся жизнь, да, и это вот пенсионный фонд. Мы строим это все на продажу. У нас есть такие же клиенты, да, которые точно так же все считают. Они считают свою экономику. И поверьте, они гораздо более грамотные и дальше считают, чем мы, чем арендаторы, чем даже те же пользователи. И у нас, у девелоперов, у нас, с одной стороны, есть условия финансирования, которые постоянно на нас давят. И то, о чем сказал Глеб, да, если в регионах будет на два пункта дороже финансирования, вот и все, как бы, привет, больше уже можно ничего не строить. Или второй, как бы, у нас критерий, это что хочет купить у нас наш клиент, end-user или инвестор. Да, сегодня, вот вы же сами сказали, да, там таких фондов, которые покупают недвижимость, их единицы. Значит, какая тенденция? Тенденция такая, что, мое мнение, да, что рано или поздно основными покупателями станут российские институциональные инвесторы. Это страховые компании, это пенсионные фонды, это банки, это какие-то те же самые квази-государственные фонды, которые будут выкупать просто income producing assets, да, это наша мечта, да, то есть мы к этому идем. И, наверное, мы к этому придем достаточно быстро, потому что в других сегментах, там та же офисная недвижимость, торговая, мы сегодня видим там миллиардные сделки, мы видим, что инвесторы оценивают именно качество продукта, качество арендаторов, насколько надежен этот поток, в первую очередь location, да, то же самое будет в индустриальной недвижимости, просто рынок пока чуть-чуть еще не дорос. Это как бы первое. То есть мы не можем выбирать то, что нам нравится, и даже если нам очень нравится арендатор, мы не можем просто так под этого арендатора придумать историю, которая финансово несостоятельная, да, вот, это надо помнить. Второй момент, который, как бы, я считаю важный у всех, свое, как бы, видение, как диверсифицировать риски, как развивать бизнес, и то, что Глеб сказал, там, тот же менеджер, он должен подумать, там, делать в Уфе проект или не делать, и здесь позиция властей, позиция властей в данном случае стимулирует она или не стимулирует, это может быть там в списке критериев, там, предпоследняя там строчка. Мне кажется, что вот из трендов, которые я вижу на сегодняшний день на нашем рынке, первое, это то, что энергетика, то есть основной наш ресурс, который мы получаем от, так или иначе, от государства или от государственных компаний, тренд идет в сторону малой энергетики. Это очень позитивно. Буквально 5-6 лет назад, до кризиса, Газпром всю нефть качал в Европу и был категорически против продажи газа на малую генерацию. Сегодня ситуация обратная. Европа отказывается от Газпрома, Газпром бегает по рынку и ищет, кому бы продать на местном рынке, в существующих уже сетях этот газ на малую генерацию. Это огромный позитив для нас, потому что это основная тема. И те парки, и те проекты, которые будут обладать вот такой гибкостью, да, они за ними будущее. Пример это парк Дегина в Ногинске. Всем рекомендую поехать посмотреть. Огромный, огромный успех. Министеральный парк, немецкий. Да, огромный успех и блестящая, как бы, блестящая конструкция, связанная с абсолютно независимой автономной генерации. Второй момент, да, это тренды. Второй момент, вот только сейчас, вот только буквально последние там два года девелоперы могут, так сказать, более-менее с облегчением вздохнуть, потому что появилось долгосрочное финансирование. То есть то, о чем мы мечтали всю жизнь, где бы занять денег там на 10 лет, и всегда это было абсолютно неизбыточной мечтой, то есть мы работали на банке. Сегодня есть возможность как-то с банками разговаривать более-менее по-партнерски. Для нас это крайне важно. Сегодня появилось финансирование под аренду Build to Suit, чего не было никогда вообще. То есть если у нас хороший арендатор, не тот, у которого баланс отрицательный и убытки, да, если приходит к нам серьезная компания, пожалуйста, как бы мы с банком совместно принимаем на нее риски и готовы ее, под нее строить, ее финансировать. И последнее, что я хочу сказать, что вот все-таки качество того продукта, который мы делаем, оно очень важно. Когда мы говорим, что есть много маленьких арендаторов под класс B, сегодня рынок ненасыщен в сегменте A. В том, что, так сказать, наиболее ликвидно, наиболее, так сказать, продается. Интересно. Очень капиталоемкое, очень большие, как бы, размеры сделок. Поэтому мы будем в этом сегменте работать до тех пор, пока он существует, пока на него есть спрос. Когда этот спрос будет исчерпан, так как это случилось в Европе, тогда появятся вот такие флекс-тек технологии, где маленькие помещения, компания, у которых, так сказать, там частный малый бизнес какой-то, да, и их будет кредитовать там другой какой-то банк, уже там не Сбербанк, а какой-нибудь там региональный банк. Это придет, но это не сегодня и даже не завтра. Ну, на самом деле, тогда у вас еще лет 20 впереди, а так, в принципе, региональные девелоперы начинают уже заниматься проектами, в том числе класса B, поэтому это произойдет тоже. Если можно, вопрос один я хотел бы Олегу задать. Олег, а вот Ваш продукт, как говоришь, инвестиционный, вот у меня есть просто ощущение, что между пониманием того, что нужно там институциональным инвесторам и тем, что есть вот в регионах именно, да, есть небольшой лаг в продукте. Вот, ну, если, например, в Московской области там 10-летний договор арены, да, и продают. 5-7. Ну, 5-7. Вот у Вас, Олег, договора на сколько, на 5 лет? То есть, соответствует ли вот тот продукт, который ожидает там западный инвестициональный инвесторам тому, что есть в регионах? Ну, может быть, как пример вашу проведете. Ну, хорошо, да. Значит, когда мы говорим инвестициональный, еще раз, не обязательно российский, потому что сегодня требования, которые предъявляют русские инвестиционные, инвестициональные инвесторы, они точно такие же, как и, как бы, западные. Отлично. Естественно, долгосрочный, ну, этот срок договора, он тоже в значительной степени определяет нашу свободу. У меня сегодня пятилетние договора минимальные. Это условие не только мое, которое я сам себе поставил с точки зрения экзита, но это и условие банка, который финансирует долгосрочно наш проект. У меня нет гибкости взять вот этого вот товарища с тысячами метров, даже если он будет готов платить хорошие деньги, взять его на год, а потом он посмотрит, как у него пойдет бизнес, я не могу этого сделать. Поэтому то, что делаем мы, мы делаем как раз по максимальной верхней планке. И нам, конечно, тяжелее заполнить. В регионе такой склад по сравнению с другими девелоперами, которые, допустим, могут делать класс B. Ну, это проблема, которая остается, на самом деле, от нее никуда не деться. И это будет происходить в том числе и в таких городах, как Москва, Петербург, потому что вот этой базы для роста маленьких компаний до уровня средних, а потом больших, у нас пока нет. Давайте по Питеру все-таки еще один комментарий. Я помню, Венера хотела что-то сказать. Соответственно, Венера Лаухина, наши любимые конкуренты, собственно говоря, Колес Интернешнл. Здравствуйте, коллеги. Я как партнер дискуссии решила все-таки поучаствовать, добавить словам Кайла, ситуацию по Санкт-Петербургу. Просто чтобы понимали, что не все так плачевно. На самом деле, ближайшие полтора-два года мы ожидаем выход по А-классу порядка 270-300 тысяч квадратных метров, которые, естественно, закроют, в принципе, основной потенциальный спрос. И скорее будет, если сейчас у нас ситуация рынок ориентодателя, то мы вернемся к рынку ориентатора. То есть есть определенная цикличность. Но это произойдет в основном в 2014 году, потому что в 2013 год все равно будет минимальный 168-100. Здесь сейчас у меня вот комментарий как раз-таки о каких складах мы немного говорим, да, и по А-классу, о каких клиентах мы говорим, потому что всем понятно, представители А-класса, какой это клиент, да, это не только правильное стратегическое планирование, но и скорость принятия решения – это один из основных факторов. Вот. Есть в Санкт-Петербурге, как и, возможно, других регионов, склады класса B, как бы там ни было, которые издаются в аренду без наличия какой-либо правоустанавливающей разрешительной документации. Тем не менее, издаются они на рынке и есть. Мы в своей аналитике, как таковой, ее не указываем, потому что по факту этих объектов не существует, но на рынке они есть, и об этом не стоит забывать. Поэтому, говоря про А-класс, он у нас строится, и он будет. Вот как раз сейчас, последняя тенденция, предлагают местные локальные девелоперы, я постоянно делю, да, то есть есть крупные профессионалы, девелоперские структуры, есть локальные строительные компании, которые предлагают на сегодняшний день строительство класса B+. Мы позапрошлый год достраивали здание 27 тысяч квадратных метров, отдельно стоящее – это метр двадцать пол, пандус, 10 метров из потолков, себестоимость строительства комплекса в 5-7 тысяч квадратных метров, коробка с инженерией 700 долларов они сейчас позиционируют, вот, и это пользуется успехом, причем они готовы построить под сдачу в аренду с последующей продажей. И как раз они и набирают и клиентов, которые у Кайла, видимо, в 75 тысячах, вот, основной спрос. Это то, что идет сейчас на рынке. Понимая, что в Санкт-Петербурге на сегодняшний день процент вакансий довольно низкий, можно вернуться еще к историческому моменту, какие у нас клиенты. Это клиенты, которые в СЦ-класса мы перевезли в А-класс при лучшей ситуации. Они отработали внутреннюю логистику в А-классе, оптимизировали все, и сейчас они возвращаются даже не столько к строительству под заказчиков, потому что зачастую для них это туманный лес, они не понимают, и консультантам даже сложно объяснить, что это. Они не привлекают крупных девелоперов, соответственно, они из-за того, что они вам там не доверяют или не понимают. Они ищут, кто построит им дешевле здесь, в строительной компании. И как подтверждение своих слов могу сказать, что за последние три месяца мы закрыли сделки о продаже земельных участков, по продаже земли с общей площадью 40 гектаров. Это именно строительство под эндьюзером. Это то, что мы сейчас будем строить склады. Второй момент – привлекаем на строительство под заказчиками. Я потом с вами хотела бы пообщаться на эту тему. Кто будет из игроков московского региона выходить на Санкт-Петербург? Площади не особо интересные. Кто угодно. Тот, кто увидит заявку на 50 тысяч метров, выйдет с другой. Да. Площади у нас порядка 10, максимум 15 тысяч. Есть игроки, которые хотят построить порядка 20-30 тысяч квадратных метров складские комплексы, но они не готовы даже вносить определенные депозиты. Говорить о том, что более трех месяцев арендная плата – это даже нет. Вы что, откуда мы берем деньги из оборота? Это нам неинтересно. Поэтому есть определенное торможение. Возможно, мы к этому вернемся, и будет очень все прозрачно. Поэтому я скорее призываю компаний, которые уже хорошо себя чувствуют в Москве, выходить на наш рынок с точки зрения предложений, потому что для клиентов они не видят колоссальных примеров. У нас по пальцам пересчитать те компании, которые сейчас строят под заказчика. Именно девелоперские структуры. Это скорее даже выходцы из Санкт-Петербурга. Региональные как-то у нас особо не участвуют. Андрей Рейвен, вам просто сам Бог велел строить дальше и развивать дальше. У них есть проект, мы с ними работаем, у них все хорошо. Им купить нечего в Санкт-Петербурге, потому что проблема, кстати, за прошедший год очень много заявок о приобретении готовых объектов, качественных, и купить особо нечего, потому что все объекты, которые есть, у нас продаются объекты, на которые, опять же, нет никаких документов, свидетельства только на земельный участок. В общем, нет продукта. Нет продукта как такового, но тем не менее интересанты есть. Они вроде как создают рынок, нужно понимать, я готов купить, но каковы риски? И это совершенно не тот рынок, о котором мы сейчас говорим. Нет, ну что сказать, Петербург – это не просто многообещающий рынок, это обязательно случится, так или иначе развитие пойдет активно и здесь. Если в Москве это было, в Петербурге это обязательно будет. А вот все остальные города, там действительно выживание идет за счет того, что компании в том числе и под себя строят, а потом строят и на рынок. Но здесь я уверен, конечно, в Питере проблем-то не возникнет ни с индустриальными парками, ни со складами. Индустриальные парки у нас, между прочим, очень хорошо развиваются. И в последнее время, я вам говорю, что за последние полгода очень активно у нас продажа земельных участков. И именно в рамках индустриальных парков, потому что Банк земли колоссальный, даже вчера мы провели четыре встречи, именно приходят к нам собственники индустриальных парков с тем, чтобы продавайте пожалуйста сейчас активно, мы готовы. Более того, много проектов земли, которые под индустриальные парки планируют разработку. Питер тоже город интересный. Здесь пока развитие, все оно как-то вокруг када было. Вот сейчас мы говорим о земельных участках, которые чуть дальше. Там столько земли, тут столько всего можно предлагать. Просто вопрос в том, что это некому съесть в таком объеме. Российское индустриальное сообщество, если посмотреть даже на индустриальные парки в других городах, не только в Москве и не только в Петербурге, испытывает определенные трудности с заполнением всех тех индустриальных парков, которые заявлены. Вот мы в рамках ассоциации говорим о 40 индустриальных парках, правильно? Примерно так и рад. Вот собственно говоря, вот в этих 40 индустриальных парках вакантность еще очень высокая. В России есть потребность в замещении старых производств, в замещении новыми, более эффективными. Проблема в том, что у нас пока что на государственном даже уровне поддерживать все это дело очень как-то никто не спешит. Нет развития малого бизнеса, который должен быть базой для среднего. Есть крупный бизнес, который, соответственно, развивается самостоятельно вопреки всему. Есть крупные иностранные производственные компании, которые знают, что это гигантский рынок. Спросите любого ритейлера, который приходит из-за рубежа, он говорит, у вас тут так здорово, у нас в Европе сейчас нет доходности вообще, у вас тут так здорово. Посмотрите на финансовые показатели крупнейших ритейлеров международных. Отсюда прибыль, которая зарабатывается, уходит туда-обратно в Европу и кормит там людей, потому что у них минуса. Европа, Франция, соответственно, Германия, все что угодно. Не все так здорово в тех краях, у нас на самом деле все продается гораздо лучше. Так вот, именно от этого и нужно, наверное, плясать. Мы сейчас говорим о, когда складском сегменте, это торговля. Он действительно разовьется в любом случае. Вот в это я верю однозначно. Потому что пока что Питер, ну, прекрасно поглощает продукты, питание и не только одежду, все подряд. Потребление растет. Потребитель требовательный. Он хочет видеть, что доставка будет срочной, доставит ему то, что нужно в том размере и в том цвете, как он и хотел. Соответственно, там, где есть логистика, это можно еще и сделать. И здесь потребность, с одной стороны, и потребность у девелоперов развиваться в этом сегменте, она тоже есть. Это все сложится, а в регионах не всегда. И в индустриальных парках, на самом деле, вторая беда. Пока нет со стороны государства поддержки, малый бизнес не развивается, а индустриальным паркам, ну, собственно, тоже хочется быстро выйти с красивыми именами и проектами. У нас есть проблемы, это на уровне всей страны. Можно я, Слав, тут добавлю здесь. Вот это неправильно ты немножко сказал, по крайней мере, пока нет государственной поддержки. На самом деле, девелопер, независимо от того, что он там, девелопер, предсклад или индустриальную площадку, это, на самом деле, жертва экселевского файла. Конечно, мы говорим. Согласен. Вот. И пока он в экселе видит что-то, вот он туда и идет. А в таких проектах, как индустриальные площадки, кстати, независимо от того, где находится регион, это Питер, ну, надеюсь, что в Москве они там не будут размещаться, потому что Питер более приспособлен к этому. Вот в таких проектах должен быть менеджер, который позовет девелопера, позовет потребителей. И вот здесь основной этот менеджер – это власть на месте. Другого этого менеджера нет. Соответственно, эта власть нам может дать либо площадку, ну, там, как на примере Алабуги, соответствующей инфраструктурой, плюс нам, наверное, какие-то там налоговые льготы. Ну, в общем, влезет вот в этот экселевский файлик, и там вот что-то ему поправят. И тогда девелопер, наверное, сам сообразит и начнет договариваться с энд-юзерами даже на тысячу квадратных метров, и после этого проект заработает. Пока вот этого не будет, пока, опять же, власть на местах не будет говорить, ага, вот там у нас там на 20 гектарах решили забабахать там индустриальную площадку, давайте нам еще очистные там отреставрируйте, и плюс у нас там еще вот пару родственников есть. И вместо того, чтобы там облегчать режим нахождения этого девелопера, он еще его утяжеляет. Добавок говорит, слушайте, сидите вы со своими очистными и пойдем мы где-нибудь другое место поработаем. Вот. Вот это вот самое важное. И я очень хорошо наблюдал пример Татарстана, и, честно говоря, я даже иногда не верил в то, что это происходит на территории России, потому что там обратная ситуация. Даже на примере там складских комплексов, коих там в Казани всем понятных 2 или 3, даже туда приходил комитет, как он правильно вас орет, предпринимательство, да, вот, разница предпринимательства, говорит, вот у нас есть компании, давайте вы под них нарежете, давайте у нас там их разместите, давайте мы там с вами аренную ставку обсудим. То есть там достаточно активно происходил какой-то вот это вот ГЧП, да, в других регионах, к сожалению, это наблюдается. Москва говорит, да и у вас и так все хорошо, Питер, почему-то думает, что это Москва, вот, и говорит, что вы нас тут так сами разовеете, а остальные говорят, слушайте, я тут непонятно, завтра буду или не буду, а я так хоть что-нибудь из девелопера выжму, может быть, он мне что-нибудь построит. Ну, то есть вот такой вот несколько, может быть, совковый метод, и пока мы от него не уйдем, пока вот не появятся какие-то молодые, может быть, ну или там амбициозные ребята, которые будут принимать решения более такие положительные для региона и для девелопера, у нас, к сожалению, ничего не поменяется. — Я хотела здесь еще упомянуть Ленинградскую область, потому что мы как-то говорим, что в Санкт-Петербурге есть еще Ленинградская область, которая сейчас свою политику меняет относительно по отношению к инвесторам и, в первую очередь, к производственным. И у нас, я думаю, не только у нас, благодаря этому сейчас начинают появляться заявки, опять же, от производственных предприятий, да, которые просят им подобрать участок за бесплатно, ну, то есть бесплатный участок подобрать, например, в Ленобласти, типа, помогите. — Прекрасный взгляд. — Или там, ну, раньше в городе смотрели бесплатный участок, теперь бесплатный участок в Ленобласти. — Подарите мне что-нибудь, да, бесплатный. — Вот, но на самом деле эта схема-то рабочая, то есть мы действительно берем за руку, идем в администрации, там, в разные, разговариваем, общаемся, там, за налоги же, да, это бесплатная земля, еще что-то. То есть схема рабочая, вот, и интерес к Ленинградской области благодаря вот этим инициативам сейчас вырос, да, другое дело, что так как инициативы относительно новые, там еще никто не дошел до конца, и непонятно по факту будет это работать или не будет, но, по крайней мере, интерес вырос со стороны производства. — Андрей, по-моему, Глеб говорил по поводу, было бы хорошо пригласить еще энд-юзеров сюда. Вот к вопросу о том, что людям нужно. Здесь еще есть небольшой лаг между тем, что нужно энд-юзерам, да, и что им предлагает рынок. На самом деле, вот там всякие дайте мне бесплатный участок, это стоит на пятом месте. Вообще там налоговые льготы еще и так далее. Самое первое — это дайте юридически чистый, нормальный, продукт, чтобы было понятно, откуда подключаться, чья это земля, почем эта земля, то есть не вот там земля, не там 100 рублей за квадратный метр, условно говоря, ну и еще там… — Пару тысяч долларов куда-нибудь. — Спасибо большое, да, там родственникам, там очистные сооружения и так далее. Вот продолжаемость Глеба надо бы между энд-юзерами и тем, кто предлагает землю, те же девелоперы, там легиональная администрация, как-то переводчиков может быть в лице там консультантов тех же, еще там, не знаю, девелоперы, проектантов, люди бы, которые разъяснили, что нужно предлагать, нужно продавать то, что необходимо рынку, а не то, что у тебя есть там в кармане и в загашнике, в конце концов. — Получается, вот на примере Ленинградской области, вот я не пойму, это безысходность у Ленинградской области, у властей, они же начинают какие-то импульсные движения совершать или они наконец-то додумались. Тогда, наверное, надо этих энд-юзеров вместе с властями запирать в этой комнате и не выпускать, пока они еще не договорятся, потому как, наверное, ментальность наша подразумевает, что, ну, получается, что из-под палки только все делается, по-другому никак. — Ну, на самом деле, тут, да, у Ленинградской области огромный земельный банк, да, который надо как-то использовать, чтобы какие-то налоги в бюджет, в конце концов, получать. Вот, а дальше действительно как раз происходит работа по, там, получению, знаю, 50 бесплатных участков, и из них нужно выбрать те, которых хоть в какой-то ближайшей перспективе можно действительно что-то построить и запустить в функционирование. — Представляете, какой страшный выбор 50 бесплатных участков. То есть ты участок выбираешь не по цене, не по местоположению, а вот по бесплатному бесплатности его. Ну, как можно выбор здесь делать хотя бы? — Да нет, всякое бывает. Вопрос экономики такой. На самом деле, что хотел сказать. Мы с вами сегодня обсудили очень многое и в то же время только коснулись вообще темы, что индустриальной, что складской. Вижу, что в аудитории глаза следили то за одним спикером, то за другим, и, собственно говоря, никого не прерывали. На самом деле сейчас, учитывая то, что мы тут наговорили, хотелось бы сделать все-таки паузу. Да и время у нас, в принципе, подошло к концу. Спасибо вам за внимание. И хотел бы попросить вас сейчас все-таки взять и помучить и спикеров, и друг друга. Здесь собрались люди, которым не все равно. Иначе бы вы тут не сидели столько. Вон дверь, вон она. Но она не хлопнула ни разу. Поэтому, если все-таки есть интерес, давайте сейчас пообщаемся еще и все-таки в свободном режиме. Давайте поблагодарим тех людей, которые сегодня для вас выступали. Спасибо вам всем, коллеги, большое. Я надеюсь, что вам было полезно и хоть сколько-то интересно на самом деле здесь быть. Ну а мы будем рады ответить на ваши вопросы в любой момент. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо.